в общем мутные схемы а мы сегодня уезжаем на дачу вот через где-то может быть часа полтора-два а суть не в этом я короче говоря нашел мне нужны диски для этой машины но радиусом на 15 мне друг подогнал шины такие ну они такие зимние на полушипы я хотел их поставить на лето но понял что я летние оставлю те на которых я езжу сейчас а езжу я сейчас на зимних но суть в том что шипы уже все вылезли практически я решил их оставить на лето а 15 на 15 которые диски я решил шины вернее я решил их оставить на зиму и вот мне для них были нужны диски на 15 самые дешевые штампованные в общем нашел я штамповку за 3000 в деревне большой луцк но это в сторону как ехать к нам на дачу только дальше туда еще то есть немножко по другой дороге в общем я с ним списался я говорю слушай давай за 2000 мне к тебе ехать далеко как бы сам понимаешь давай 2 500 я грану она хорошо давай 2 500 я гро а завтра в течение дня ну то бишь сегодня забрать можно он молчит и короче говоря вылезает объявление прямо здесь у нас на райончике мужичонка продает комплект дисков штампованных но не жаленькие такие за полторашку и еще и вместе с комплектом колпаков но правда что на пижо а мне какая разница что пижо что сетра и на одна шляпа короче у меня получается если я сейчас все нормально все в порядке заберу вот короче pd план действий сейчас мы едем туда если я сейчас все это заберу значит мне останется только потом это к зиме сбортировать и у меня на зиму будут колеса на 15 уже с дисками с колпаками то есть мне ничего не надо вот и на лето у меня вот это вот резина есть у нее шипов нет уже а протектор нормальный поход я заметил что сейчас многие ездят на зиме особенно у кого джипы далее у кого там нет возможности сейчас колеса дорогие вон газель чего смеяться на газели у них вообще нет зимы и лето это всесезонка практически так что как то так ладно чего все заводимся и погнали кстати да у меня опять почему-то стали пропадать на карте памяти видео пара видео пропала там и дня рождения было видео такой в парке в красивом в общем все это куда-то пропало одно видео при перемещении почему-то не знаю что с ним случилось одно сбилось стало битым видео никак его не установить очень шляпа 5 иногда бывает ну это у блогеров всех так не только у меня так что так ладно отставляем лирику и погнали строит поликлинику вот он там видим кто-то это рабочий какой-то но это вообще конечно писец блин у него колеса такие там до 16 на 17 наверно вообще не к силу на этом москвиче лопухи писец это у него видимо как повседневный автомобиль жесть конечно смотрите какая там красота блин автобусник поворотник не выключил он куда он налево собирается поворачивать во двор что ли так он туда даже не видит а он просто забыл выключить это стандартная болезнь автобусников рада я такой болезнью не страдал товарищ мне написал что он на 15 минут задержится он забыл дома телефон но это не страшно вот гаражный кооператив вот здесь это улица имеет новое название называется она теперь якутская я не понимаю какого отношения она имеет к якутии но это якутская раньше это было раньше это был проспект большевиков теперь почему-то вот эта часть улиц стал называться якутская раньше здесь вот за этим вот короче говоря за этим гаражным кооперативом находится кудрово и когда я был маленький в 90 где все это были поля здесь была картоха морковка всякие там я не знаю эти как они марк ну там овощи короче вот и теперь вот это вот все вот этот гаражный кооператив здесь конечно в таком месте стоит тоже как бы знаете сейчас такие ну хотя там три рядом уже лэп тут как бы в принципе по идее ничего не построят уже ну вот как бы тоже как бы действующий так что как-то так ладно что сидим ждем мне принципе торопиться некуда вот ждем забираем и я это отвезу сразу гараж и уже непосредственно потом поедем надо пока сижу думаю прикиньте как прикольно живешь в этом доме хотя тут же гараж вышел и сразу в гараж но единственная гараж находится конечно в таком месте блин в черте города как бы близко на я говорю там вот лэп если что-нибудь не придумают здесь такая будет стоять нас просто видите как пока вот место вроде спокойно как чиновникам чем не будет придет поэтому нас вот тоже место такое блин не знаю я в страшном сне конечно одна василь островской помыли на приморской вот там приглянулось им место и они решили там школу построить то что они твою мать домов понастроили кучу целой инфраструктуры никакой школа им понадобилось понимаете а то что у людей там с 60-х 70-х годов гаражи от никого не интересует куда людям девать вещи свои машины кто-то держит гаражах машины кто-то вещи от никого не интересует если бы хотя бы была бы какая-то альтернатива а то они предлагают в хренову куку его паркинг так этот паркинг же не бесплатный правильно за него надо платить он стоит я помню был случай когда дедушка значит ну там что-то ругался ругался о него вспоминаю нас такая же была значит дедушка дедушки предложили еще когда со времен матвиенко было это что пошло с матвиенко вот это все и типа ему предложили паркинг а у него 412 москвичок вот и стоимость паркинга 700 тысяч он как ну где я во первых где паркинг и где москвичок за 700 и где паркинга за 700 тысяч где москвичок как бы москвичок стоит 30 а паркинг 700 и вот дедушка был вынужден москвичем почему многие машины на улице ход гниют потому что все и получается как бы видите как как гаражи уже не нужны или как знаете в этом тоже в каком-то районе я помню значит построили новостройки и нашелся какой-то умник парень который из окна значит посмотрев сказал что-то не вид портит пошел куда-то нажаловался и началось вот это вот реконструкция там я групп блин вот мажора вид ему не понравился блин понастроят домов пона покупают приезжие начинают еще права свои качать вид ему не понравился вот поэтому как то так поэтому для меня это ребят страшный сон потому что столько вещей столько инструмента и куда это все гараж этот его если разберешь ты его уже не соберешь больше если его поднимать подъемником я боюсь что он развалится в общем я даже в этом думать не хочу ребят надеюсь что это еще постоит какое-то время дай бог он видите выехал мужчина со двора вот и пожалуйста гаражный кооператив здорово скачу так что вот ладно пока поживем надеюсь что еще пока но уже ребят я говорю вот у нас питере я уже говорил это город уже задыхается от количества домов но нельзя столько домов особенно на нашем районе уже нельзя столько домов потому что инфраструктуры 0 район не разгружен пока мост не построит вот этот смоленский который нельзя ничего больше строить потому что ну количество машин огромное у некоторых вот кто въезжает в дома и не по одной машине и в общем но это трэш это город и район весь стоит просто ну а чиновникам же пофигу они же не заворачиваются по этому поводу им самое главное построить пиндюрить а там уже как пойдет тоже никого не волнует что как-то так ладно что сидим ждем кстати ребята с youtube он творится какая-то вообще шляпа то все показывает ну в смысле там логотип сообщество можно посмотреть то есть даже без и пена а то нет и реклама стал стал youtube впихивать рекламу американскую ну европейскую вернее и как бы пес его знает идет нам что-то с этой монетизации с этой рекламы монетизации какая-то или нет потому что я посмотрел монетизации не капает абсолютно она как стояла на месте так и стоит но у меня еще и просмотров то в принципе нету вот а так вообще мне непонятно вот это вот они включают но я посмотрел эта реклама идет даже на тех каналов которых 40 подписчиков то есть я так понимаю что youtube решил просто взять в наглую впиндюрить нам эту рекламу вот причем эта реклама но как бы он не она зачем эта реклама какие-то американские бренды какие-то там вещи американские мне зачем я не в америке же у меня эта реклама нафиг не нужно только время зря на ней тратить еще очень полезное наше было бы ну видите я не знаю правда вот там где реклама есть в украине что там интересно у них показывают понятия не имею вот так что youtube конечно чудит чё будет с ним дальше да он пока живет и наверно и будет жить просто я не знаю вернут ли нам вообще когда-нибудь эту монетизацию нормально вот а у нас пытаются рекламировать рутуб смотрите на рутубе реклама в городе висит рутубу но толку то от этого рутуба он никакой он мертвый там извините комментариев нет лайков нет видео модерируется три дня я вот я говорю я выкладывал видео на рутуб у меня там один просмотр это это наверно от модераторов ну и смысл какой тратить на это время и выкладывать видео для чего все равно их никто не смотрит яндекс цен я уже тоже говорил яндекс цен тоже шляпа как бы ну там есть просмотр но тоже мало там даже подписчиков по моему мне нет у них там пять или шесть в общем ну фигня какая-то поэтому пока пусть youtube будет пока вот он живет я не собираюсь ничего там это я пока выкладываю все видео я уже привык даже несмотря на то что магнитизация не копает нет я уже привык мне нравится это делать выкладывать видео общаться поэтому блин вот так вроде холодно на в теньке на солнце сидеть в машине жарко какая собачка а на солнце ты сидит жарко вообще лето какое-то непонятное то холод то жара то дождь у некоторых так вообще вот я посмотрел сейчас лану у них в эстонии вообще там просто в они в куртках таких в осенне потому что там холодно там еще балтика рядом тоже как бы знаете но обещают что это лето будет холодным нет но если бы она была в пределах 20-25 это нормально я не люблю когда жарко лето когда там 35-40 это жесть а вот 20-25 это такая самая оптимальная погода так что вот он тут видите даже инкассаторы есть ничего себе круто так что только в россии вот везде всегда протоптаны вот такие тропинки это тропинки где людям удобнее переходить не вот там где-нибудь а здесь сделать такую тропинку чтобы через нее проходить ну видим вот гаража уходит правда эту эту тропинку занял пока еще никто не проходил слушать я посмотрела металл то металл то действительно подешевел и как бы пока дорожать и не собирается поэтому я пока весь свой металл по придержу хотя бы до осени ну как бы на даче пока я езжу пусть там полежит вот как только металл подорожать я как бы за бесплатно я сдавать его не собираюсь и вообще заметил такую тему знаете вот вот как только ты собираешься куда-то уезжать из города это сразу всем нужно все сразу хотят что-то перевести покупатели на хавита хотят сразу что-то купить вот мне мужик вчера пишет аж уже в первом часу ночи а я хочу купить у вас сегодня камин я бы ну приезжай с утра я с утра не могу мне будет удобно вечером ну слушай ну это тебе будет удобно вечером но хорошо у меня племяшка остается здесь как бы вот это камин который у меня где-то было видео даже нают на своем youtube канале это папа еще по моему год назад покупал себе камин нот он хотел ягод хочу камин не могу вот он пошел в макси доме по моему они тогда было каста рама еще он купил в каста раме этот камин включил его в розетку раз на него посмотрел и все этот камин так у нас состоит и мы у него смотрим как в экран пустого телевизора как бы как обогреватель его использовать нецелесообразно потому что он сам только нагревается сильно а тепла от него никакого электричество же до хрена и как бы смысл держать этот камин как бы нафиг не надо сейчас все это подорожало вот поэтому я как бы все что есть все вот вещи распродаю но деньги сейчас нужны потому что надо делать память папе памятник а памятник сейчас стоит недешево поэтому и плюс еще на кладбище нужен песок надо все поэтому деньги сейчас нужны плюс еще вот эти госпошлины за вступление в наследство ребят вы не представляете и не дай бог вот у кого случится такая ситуация или случалось да госпошлины сумасшедшие там такие цены причем позвонил недавно секретарь нотариуса за день озвучила сумму которую нужно будет заплатить агро почему вы предупреждаете за это об этом только за день а если у человека нет таких денег а там деньги сумасшедшие причем они берут налог с кадастровой стоимости а кадастровая стоимость а не маленькая поэтому ребята вот кто если не дай бог конечно мало ли кто-то столкнется да учтите что это очень как бы недешево и надо быть к этому готова но ребята чем вы хотите это налоговая так что как-то джинсы в кармане мобильник торчит я вот время когда вижу таких людей я вот удивляюсь ребята вот чем люди думают когда носят задних карманах мобильники ну это же как бы ну это как раньше знаете мобильники носили на шнурках на шее я помню у нас учительница была в педагогическом колледже у нее прямо в транспорте этот телефон вырвали на остановке и убежали она даже не успела ничего сделать я помню как в автобусе ехала и также стояла девушка у нее сзади торчал телефон и девушка у вас как бы телефон торчит она ничего страшного я же почувствую я буду ты не успеешь ты на остановке двери откроют он выхватит убежит это даже не успеешь одуматься ну в принципе если людям техника не важна недорога так в принципе можно и я никогда не ношу я вот сумки и сумка всегда при мне и я как бы если мне какие-то есть ценные вещи я должен их чувствовать что они вот как-то при мне так ну что пока товарища еще нет ничего ждем за такие деньги можно и подождать паблики новостные макс корж отменил все концерты в россии и не планирует их давать это белорусский певец господи макс барских макс корж какой только шляпы нету и вот мне интересно а вот он когда заявляет такое вот вот мне лично что нужно по этому поводу сделать забухать уйти в запой ну и что ну макс корж я у макса коржа знаю только песню я выбираю жить в кайф все как бы просто многие вот крафтер классными нравится такая машина просто многие вот такого рода певцы такие как макс корж макс барских считают что они звезды такой величины что просто вот мама не горюй это звезды такой величины что прямо если они отменят концерты в россии то мы так расстроимся что прям ну прям вообще мне отлично по барабану будет ли у нас выступать макс корж или макс барских не очень похрену что вообще макс барских это тоже то он планирует в россии не выступать и заблокировал все свои треки то он их разблокировал теперь говорит что это фейки из россии таким образом привлекают к нему внимание да кому то нужен то в россии кому господи макс барских шляпа какая-то пошел якобы это одел форму военную а через два дня сфоткан уже в розовых этих самых штанишках и ботиночках но ребят ночью смеяться господи у нас своих игру я смотрю шоу называется ты супер ребята вот сейчас идет ты шоу шоу ты супер 60 плюс там такие люди они так у них такие голоса я не понимаю почему их на сцене нет почему мы их не видим у них такие голоса это же просто ну вот вот женщина вот последнего выпуск была она выступала это же просто это вот озеро надежда она пела у меня аж мурашки по коже мужчина там пел ну ребят ну чё смеяться но это же вообще она спугает какими-то всякими коржами барскими потапами настями каменских и прочее вот этой шляпой да ребят ночью смеяться на хрен нам это надо мы и без них как-нибудь как нибудь и без них проживем так ну чё что-то как-то товарищ это все нет и нет уж все нет и нет но он правда я вам сказал что я возле шлагбауму жду я даже не знаю на чем он приедет на чем-то или пешком придет ну ладно ждем любом случае кстати он недавно я посмотрел что он продавал недавно продал альфа ромео за 15 тысяч но я представляю что там за альфа ромео данным только кузов от него был или вообще даже кузова не было муж какие детали нет но там написано что целиком автомобиль на видимо в таком состоянии что дороже 15 тысяч он не стоил вот ладно что сидимся все равно ждем извините за задержку я бегу от метро значит он идет пешком и я то думал что он где-то здесь поблизости поблизости живет а он бежит от метро очень из этого района что ли нет у меня самое главное чтобы он пришел и все мне это отдал я в принципе не тороплюсь тем более что сейчас ехать через кольцевую там будут жуткие пробки и плюс пока у меня еще мама собирается ладно короче говоря сидим ждем деваться некуда от метро но это еще на на минут 15 где-то так это был я так понял папа с сыном приятные люди очень такие видно что гараж то ли они то ли продают то ли что в общем не знаю вот в общем 4 диска и 4 приличных колпака все это за полторы тысячи рублей это ребята очень дешево потому что в принципе в принципе одни колпаки могут стоить где-то косарь но колпаки продавать не буду я вместе с этими колпаками поставим не без разницы peugeot сестры у меня вообще на этой машине стояли колпаки от suzuki два колпака стояла от suzuki видимо где-то экспроприировали так что как-то так сейчас гараж приедем выгружаться я вам их покажу вот короче говоря они ржавенькие я думаю что наверное перед зимой я зачищу куплю баллончик краски черный и просто с баллончика их пыль ну в принципе да да и все можно в принципе ничего не делать колпаки от мой у нас тут мойка есть вот в принципе диск ровный ничего не битый не гнутый вот в принципе так единственное что я хочу знаете что посмотреть а это точно вообще пятнашечный до пятнашечный на всякий случай да все пятнашечный все сейчас гараж в тот закину и в принципе а он тут сбоку на них написано сбоку же должно же быть написано но там указано было это уж я так уж так чисто для перестраховки то что у нее там еще другие были но они такие ржавенькие то в принципе то пес с ними господи поставлю и как бы и ладно выглядит у бога это жесть какая-то зачем он это сделал я такая же понимаешь он хотел из аки сделать мини джип но но блин и еще дешманская вот этот пятерочное зеркало такое маленько в которой ни хрена не видно не на это конечно выглядит у бога но хотя в принципе у людей вкус от разные но не знаю на вкус и цвет в стекломастер разные